Досточтимые братья и сестры, мы продолжаем наши беседы по Евангелию от Луки. И сегодня мы займемся изучением 6 главы этого Евангелия. Открываем текст и следим по тексту за ходом рассуждения. Итак, Евангелие от Луки, 6 глава, с 1 стиха и ниже. В субботу, первую по второму дне Пасхи, случилось ему проходить засеянными полями, и ученики его срывали колоссия и ели, растирая руками. Некоторые же из парисеев сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы. Конечно, может возникнуть вопрос, а почему они вообще срывали колоссия на поле, если это поле им не принадлежало. На самом деле, в Пятикниже Моисея есть закон, который называется по-еврейски «Пэа», то есть закон о крае поля. И по этому закону, когда собирают урожай, то край поля, Пэа, оставляли для малоимущих, для нищих, для странников, чтобы каждый, кто нуждается по закону Пэа, он мог брать это и использовать себе в пищу. Причем, закон о крае поля, он устанавливал, что и виноградник нельзя обирать дочисту хозяину, когда он собирает урожай, а надо оставлять для нуждающихся из народа Божия. Таким образом, их действия были в соответствии с законом Бога, который предусматривает, что на каждом поле после сбора урожая остаются вот такие наделы, где каждый нуждающийся может срывать колосья и собирать урожай. Так как выше сказано, что это происходило в пасхальные дни, то мы можем предположить, что эти пшеничные колосья, они уже подходили к той фазе, когда можно собирать урожай. Потому что, как правило, сбор хлебных злаков осуществлялся на Пятидесятницу, но уже после Пасхи можно было срывать колосья, то есть они были годны в употреблении в пищу. Некоторые же из фарисеев, как мы прочитали, сказали им, то есть апостолам, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы. Речь шла о том, что они срывали эти колосья, растирали в руке, сдували шелуху, а зерна ели. И фарисеям показалось, что это нарушение святости субботнего дня. Давайте посмотрим саму заповедь о святости субботнего дня. Это книга «Исход», 20 глава, с 8 по 11 стих. «Помни день субботний, чтобы святить его, шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай воны никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни вол твой, ни осел твой, ни всякий скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих, ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил, посему благословил Господь день субботний и осветил его». То есть субботний день – это был день покоя, в который нельзя было заниматься никакой работой, которая могла бы отвлечь человека от отдохновения. Но в действительности, в самой иудейской традиции считалось, что заповеди, так как они даются не для смерти, а для жизни, а если есть серьезная нужда, то человек может даже в субботу совершать какую-то работу. Например, как я объяснял, три великих добродетели, которые не воспринялось по иудейским предписаниям осуществлять их в субботу, это навещать больных, это хоронить умерших и заниматься сватовством. А если люди в дороге, они голодают, им надо поддержать свои силы и необходимо что-то поесть, они могут выполнять некоторую работу для того, чтобы не испытывать тяжесть голода и питаться. Тем более, что закон о крае поля предоставлял им такую возможность. Если вы читали книгу «Руфь», там рассказывается о целых группах женщин, которые приходили там, где жинали поля, и жнецы обязаны были за собой что-то оставлять для нуждающихся. И эти женщины шли и подбирали то, что оставили жнецы по закону о крае поля. Тогда возникает вопрос, а почему фарисеи делают замечания, если закон как бы не воспроняет этих действий. Дело в том, как я и ранее объяснял, в то время были две школы, школа Шамая и школа Гелеля. Школа Шамая была очень строгая, и они настаивали на том, что вообще ничего нельзя делать. Но школа Гелеля была более мягкая, более гуманная по отношению к насущным нуждам человека, и она позволяла такие действия. Поэтому на самом деле Христос, он не противоречит книжникам и фарисеям, он просто принимает участие в дискуссе между двумя школами, школой Шамая и школой Гелеля. Тем более, что мы видим из Евангелия, он иногда цитирует то Шамая, то Гелеля. Это известные фразы, которые он произносил, но они распознаются, как сказанные основателями этих школ. Итак, некоторые же из фарисеев, что значит некоторые, то есть не все, имеется в виду только школа Шамая, сказали им, зачем вы делаете то, чего не должно делать в субботы. Иисус сказал им в ответ, разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним, как он вошел в Дом Божий, взял хлебы предложения, которых не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывшим с ним, и сказал им, сын человеческий есть господин из субботы. Действительно, в книгах царей описывается, как Давид с небольшим отрядом, он убежал от гнева своего тестя, царя Саула, и какое-то время они не имели пищи. И они пришли в селение, где жили только священники. И в этом селении они попросили у священников что-то поесть, но священники сказали, что ничего нету, кроме хлебов предложения, то есть тех хлебов, которые посвящались Богу, и есть их могли только священники. И Давид сказал, что сосуды его воинов чисты, то есть никто из них не осквернился, ночным осквернением, не имел отношений с женщинами, и ритуально они были чисты. И попросил, чтобы им дали эти хлеба. Им дали эти хлеба, опять же повторяюсь, потому что закон Божий, каждая заповедь, она дается не для смерти, а для жизни. Не для смерти, а для жизни. И об этом, конечно, нельзя забывать. То есть, если что-то наносит вред, ущербу здоровью человека, то необходимо иметь послабление. Послабление. И известен случай, который описан древними. Один человек был укушен змеёю, и чтобы приготовить противоядие, нужно было взять вино, но кошерного вина не было чистого, и тогда решили взять вино, изготовленное язычником, которое считалось ритуально осквернённое, то есть, для ритуальных нужд, его нельзя было использовать. И когда некоторые возражали, то более опытные духовные наставники сказали, заповедь дана для жизни, а не для смерти. И это вино использовали для того, чтобы изготовить противоядие, какую-то сыворотку против укуса змеи. Христос говорит, что Сын Человеческий есть Господин Субботы. Святой Праведный Отец Нашан Кронштадтский предлагает такое истолкование. Христос и есть Тот, Который дал заповедь о Субботе, ведь Он есть Божественный Логос, Который собеседует с людьми от сотворения мира, от сотворения первого человека Адама. И если Он тот, Который дал заповедь, Он может установить допустимые, как бы, границы исполнения этой заповеди, что можно делать и в то же время, что нельзя делать. И делать добро можно было и в субботу исцелять людей, кормить людей, посещать больных, заниматься сваторством и хоронить мертвых. И далее мы читаем, случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Блаженный Феофилакт обращает внимание на это обстоятельство и комментирует, что сухая рука она символизирует собою неспособность делать добро. Неспособность делать добро, когда человек не может занимать активную такую позицию в жизни. И сухость руки, сухость рук, это когда своими руками человек не делает добро. любая болезнь, любая болезнь, она является выражением неких именно нравственных изъянов. Поэтому наше тело, оно как некий индикатор, который обнаруживает, что нам надо исправить в своей душе. И если вы читали «Добротолюбие», то в первом томе там даже перечисляются разные недуги и объясняется, с какими нравственными и моральными изъянами они соединены. Случилось же и в другую субботу войти ему в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Правая – это активная позиция, левая – это пассивная позиция, то есть этот человек не способен был к активным нравственным действиям. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение против него. Мы уже вышеопределились, что только некоторые из книжников и фарисеев имели такие суждения, потому что существовали две школы. Но он, то есть Христос, но он, зная помышления их, а, кстати, знать помышления наши может только Господь Бог, потому что помышления человека, они закрыты для всех. Тот же дьявол, он не может считывать наше помышление, он может только по нашим взорам, куда мы смотрим, каким-то движением нашим определять наши склонности и иметь представление о том, о чем мы думаем. И то, что в человеке знает сам человек, и Господь на этом настаивает Святое Писание. «Но он, зная помышления их, то есть действуя как Бог, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань и выступи на середину». То есть Христос действует открыто и явно, потому что он видит свою правоту, он пришел не нарушить закон Божий, а исполнить закон, и ему нечего стыдиться в этом вопросе. И он предлагает этому человеку «Встань и выступи на середину». И он встал и выступил. Тогда сказал им Иисус «Спрошу я вас, что должно делать в субботу, добро или зло, спасать душу или погубить?» Они молчали. Что значит, что можно делать в субботу, добро или зло? В христианском понимании зло – это отсутствие добра. В иудаизме было иначе. В иудаизме зло – это когда человек нарушал запретительные заповеди, то есть делал что-то противозаконное, а в христианстве зло – это отсутствие добра. Поэтому в Новом Завете сказано, если кто может сделать добро и не делает, и не делает, то это грех. То есть в иудаизме грех – это какое-то греховное действие, а в христианстве даже бездействие. Вот эта сухая рука, она тоже символизирует собою нравственное бездействие, и мы видим, что не только нравственно бездействовал этот человек, но и его окружение. Они запрещали в субботу делать что-то доброе. И когда он их спрашивает, они молчат. И посмотрев на всех их, сказал тому человеку – протяни руку твою, он так и сделал, и стала рука его здорова, как другая. Но мы можем добавить, что в иных Евангелиях мы встречаем в связи с этим чудом слово сочетание «тот час». Тот час протянул руку, и она стала здоровой, потому что те перемены от Бога, которые могут происходить в нашей жизни, они происходят именно тот час. И какая же была реакция этих книжников-фарисеев? Мы читаем 6 глава Евангелия от Луки, 11 стих, «Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им сделать с Иисусом». То есть мы видим, что они проявляют дух религиозной бесноватости. Как некоторые отцы говорили, есть религиозные бесы. Что такое религиозные бесы? Это когда религия становится для человека поводом для раздражения, когда он свою религиозность самым ханжеским образом противопоставляет нравственному состоянию других людей и с позиции собственной религиозности начинает всех учить. В дневниках Федора Михайловича Достоевского приводится такой пример. Достоевский пишет, «Есть люди, которые по жизни неудачники. Они плохо учились в гимназии, они не смогли найти для себя нормальную работу, и все в их жизни было как у неудачников. И вдруг такой человек делает для себя открытие, он может быть религиозным, и он объявляет себя религиозным и смотрит на тех людей, которые более успешны в жизни, как на грешников, которые обречены на сожжение, как солома, в аду. И эта мысль, она его вдохновляет, и он верит в Бога исключительно гордыне ради, чтобы увидеть хоть какую-то свою исключительность по отношению к более трудолюбивым, поэтому более успешным людям. Достоевский, конечно, осуждает такую религиозность, религиозность на показ, и мы знаем, что Христос тоже осуждал религиозность на показ, когда он говорил, не надо молиться на перекрестке дорог, улиц, не надо творить милостыню и трубить перед собою, потому что это неприлично. И далее рассказывается о том, как Христос избирает 12 апостолов. И этому избранию предшествует долгая молитва, которую он совершает в ночи. Таким образом, Христос научает и нас с вами не принимать ответственные решения, важные решения без молитвы. И мы читаем 6 глава Евангелия от Луки с 12 по 16 стих. В те дни взошел он на гору помолиться и пропал всю ночь в молитве к Богу. Ну, кто-то из вас может переспросить, а как он мог молиться, если он сам был Бог. К какому Богу Бог обращается? Имеется в виду, что у Иисуса Христа две природы, он истинный Бог и истинный человек. И, собственно говоря, он и стал человеком, чтобы в своем истинном человечестве научить нас истинной человеческой жизни. И вот в данном случае он научает нас такими действиями перед принятием важного решения, а избрание апостолов – это важное решение, пребывать в молитве. В те дни взошел он на гору помолиться и пробыл всю ночь в молитве к Богу. Когда же настал день, призвал учеников своих и избрал из них двенадцать. То есть он призывает учеников, мы можем предположить, из числа семидесяти, и избирает из них двенадцать, которых и наименовал апостолами. Что значит апостол? Апостол – это значит посол или посланник. Посол – это тот, кто в своем посольстве представляет интересы царя. И апостолы избираются как полномочные представители. Христа царя. И далее перечисляются имена апостолов, что он избирает Симона, которого и назвал Петром, то есть камнем, и Андрея, брата его, и Акова, и Иоанна, Филиппа и Варфоломея, Матфея и Фому, и Акова, Алфеева и Симона, прозываемого Зелотом, и Юду Яковлева, и Юду Искариота, который потом сделался предателем. По поводу одного из апостолов уточняется, что он прозывался Зелотом. Я уже объяснял, Зелот – это скинхеды того времени, которые ненавидели иностранцев, нападали их, избивали их и даже убивали. И вот в случае с Симоном иногда уточняется, да, он был Зелотом, он был скинхедом, но он обратился ко Христу, стал апостолом Иисуса Христа и его нравственные и моральные ценности, они поменялись. И далее мы читаем, и сойдя с ними, то есть с горы, где он молился, стал он на ровном месте и множество учеников его, и много народа, и сей Иудеи, и Иерусалима, и приморских мест Тирских и Сидонских, которые пришли послушать его и исцелиться от болезней своих. Что значит пришли послушать, чтобы исцелить свои души, а исцелиться от болезней своих, чтобы исцелить свои тела. Такое истолкование предлагает блаженный Феофилакт. «Также истраждущие от нечистых духов и исцелялись, и весь народ искал прикасаться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех». Это не тварная божественная энергия, то, что называется благодатью, действием Духа Святаго, это исходило от него, через него и он являл исцеление многим людям. И далее мы читаем о том, как он предлагает людям заповеди блаженства. «И он, возведя очи свои на учеников своих, говорил блаженные нищие духом, ибо ваше есть царствие Божие». Кто такие нищие духом? Это люди, которые осознают свою духовную несостоятельность, духовную нищету. А почему же они блаженны? Потому что, осознавая свою нищету духовную, они просят у сокровища благих и жизни подателя, чтобы он восполнил их нищету. Они блаженны, потому что, прося, они получают. Блаженны нищие духом, ибо ваше есть царствие Божие. Блаженны, то есть радостны, алчущие ныне, ибо насытитесь. Вот здесь очень правильно расставляются приоритеты, терпя в в этой жизни, смиряясь в этой жизни, мы обретем полное насыщение в жизни будущей. Но в некотором смысле уже в этой жизни мы, смиряясь, получаем очень много от Господа. Как сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. «Блаженны, плачущие ныне, ибо вы смеетесь». Можно поставить запятую иначе. «Блаженны, плачущие, ныне вы смеетесь». Действительно, в Иисусе Христе ко многим обетованиям мы приобщаемся уже в этой земной жизни, а в будущей жизни они только усилятся. Что значит «блаженны, плачущие»? О чем же плачут эти блаженные? Феофилакт Болгарский поясняет, они плачут прежде всего о грехах других людей. Конечно, они плачут и о своих грехах, но прежде всего они плачут о грехах других людей, то есть не злорадствуют о грехах других людей, но плачут. И они восмеются, то есть пребудут в радости вечного Царствия Небесного и далее «блаженны вы, когда возненавидят вас люди и когда отлучат вас и будут поносить и пронесут имя ваше как бесчестное за Сына Человеческого». Действительно, если человек начинает идти за Христом, то очень многие становятся им недовольны. Очень многие становятся им недовольны. И я общался с одним человеком, когда я служил в Тамбовской пархии, его звали Александр, и он был рецидивист, то есть он много лет сидел в тюрьме, и в тюрьме же он веровал в Господа Иисуса Христа, когда столкнулся там с другим верующим человеком, который наставил его в начатках веры. И Александр перестал курить, ругаться матом, стал вести христианский образ жизни уже в тюрьме. И он рассказывал, его однажды вызвал начальник тюрьмы и говорит «Саша, ты что, с ума сошел? Зачем ты связался с этим верующим? Это какой-то баптист? Зачем он тебе нужен с его Евангелием? Живи, как все, не выделяйся! Ругался и ругайся! Курил – кури! Чего ты из себя святого строишь? Я же знаю все твои дела, ты же другой человек! И Александр очень удивился, потому что до этого начальник тюрьмы, если он что-то говорил заключенным, он призывал их стать лучше, а тут наоборот, его действия приобрели некий агрессивный характер. И Александр даже подвергался гонениям со стороны этого начальника тюрьмы только за то, что он реально стал лучше. И в Новом Завете сказано, что желающие жить благочестиво будут гонимы. Обратите внимание, не сказано живущие благочестиво будут гонимы, сказано желающие, то есть, если человек только пожелал жить благочестиво, он уже будет гоним. А если он будет жить благочестиво, его, скорее всего, убьют, как убивали мучеников, подвижников Божьих, которые самим видом своим являли вызов безнравственности мира, и миру было очень неудобно в их присутствии, поэтому их уничтожали. И Христос говорит, блаженны вы, когда возненавидят вас люди, и когда отлучат вас, и будут поносить, то есть, всячески клеветать на вас, и пронесут имя ваше, как бесчестное за сына человеческого. Возрадуйтесь в тот день, возрадуйтесь в тот день, и возвеселитесь, ибо велика вам награда на небесах, так поступали с пророками отцы их, то есть, отцы тех, которые годят нас сегодня, они поступали так же с теми святыми, которые жили раньше. Сейчас мы живем в такие времена, когда отношение к христианам резко меняется в худшую сторону, и если мы вспоминаем 90-е годы, тогда все нас очень любили, и, похоже, это не пошло нам на пользу. Может быть, мы христиане возгорделись в 90-е годы, а сейчас нас все начинают ненавидеть, причем дружно, так синхронно. В нас видят лицемеров, и очень неприязненно сейчас относятся к христианам. Это признак того, что действительно мы желаем жить благочестиво. А когда человек желает жить благочестиво, он автоматически становится гонимым. А раньше, наверное, мы жили немножко, как все, не было катхизации, не было духовного просвещения, и многие христиане мало чем отличались от язычников, и ситуация начала меняться в лучшую сторону только сейчас, и реакция на наши нравственные приоритеты, которые мы теперь выстраиваем более правильно, нас начинают ненавидеть. И Господь далее говорит напротив «Горе вам богатые». Выше он сказал, что блаженны нищие, а здесь он говорит напротив «Горе вам богатые». «Ибо вы уже получили свое утешение, горе вам присыщенные ныне, ибо взалчите, горе вам смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете. Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали лжепророками отцы их». «Почему горе для нас, если мы богатые, если присыщенные, если мы смеемся и радуемся? Верующий человек должен иметь немного претензий на благо этой временной жизни. Почему? Потому что всю свою награду мы получаем все-таки на небесах, хотя благо подлинное мы обретаем уже в этой земной жизни. Наверное, справедливее будет, если благами земной жизни будут наслаждаться те, которые потом попадут в ад и будут вечно мучиться, чтобы хотя бы в этой жизни они немножко порадовались бы, хотя бы немножко. А если верующий хочет и в будущей жизни наслаждаться и в этой жизни что-то урвать для себя, это, наверное, не очень правильно. И мы знаем, что когда патриарх Иаков захотел обжиться в земной жизни, во временной жизни, там, где его отец Исаак странствовал, а он решил осесть на земле, Господь сразу сдвинул светильник его благополучия, у него начались проблемы с его сыном Иосифом и Осефом, потому что Господь не хочет, чтобы мы впадали в гедоническую спячку, наслаждаясь теми благами, которые мы получаем. и болезни, недуги, это то, что Господь нам попускает для нашего совершенствования, чтобы мы не имели слишком большие привязанности к этому мирскому, особенно тогда, когда мы приближаемся к физической смерти, то есть в старости недугов обнаруживается все больше и больше. и через эти недуги ослабевает наша связь с материальным миром и благодаря этим недугам душа более легко расстанется с этим телом. Наоборот, она будет ожидать выхода из тела как освобождения от боли, страдания, всяких неудобств, переживаний. И напротив, если душа слишком прилепляется к благам этой жизни и всецело отождествляет себя с ними, когда она вынимается из тела, по-славянски она изжимается. Это все равно, что из тела вынуть скелет. Если зуб выдергивает, это больно. А представьте себе целый скелет. И помните притчу о неразумном богаче, когда ему было сказано, в эту ночь душу твою заберу, по-славянски в эту ночь душу твою и ждену, то есть буду выдирать ее по-живому из твоего тела, потому что она слишком телесные свойства обрела, эта душа. Поэтому старческие болезни – это благо, чтобы ослабить все привязанности и исход сделать наиболее легким и благостным, как начало вечного вдохновения. Итак, горе нам, когда все люди будут говорить о нас хорошо. Вот в 90-е годы действительно все говорили о нас хорошо, и Господь поменял эту ситуацию, потому что это не идет нам на пользу, и христиане значительно лучше себя чувствуют, когда какие-то гонения. Был такой период в истории Древней Церкви, это, по-моему, Третий век, когда повсеместно прекратились гонения на христиан. Повсеместно. Ну, просто их перестали замечать, потому что христиан было много, и как-то все успокоились. А потом язычники вспохватились и объявили новые гонения, и сказали, кто не отречется от Христа, тот будет казнен. А люди уже в течение нескольких десятилетий расслабились, и историки пишут, включая христианских, многие христиане побежали отрекаться, побежали отрекаться, потому что они очень расслабились в период спокойной жизни. И это очень печально. А когда гонения, во-первых, все лишние отсеиваются от нас, и в церкви находятся только свои, нет никаких посторонних. Вот в советское время в церкви совершенно четко были только свои, никаких посторонних не было, и дышалось более свободно, более свободно, а когда происходит как бы перемена отношения к церкви, много случайных людей всегда приходит в церковь, и это не всегда благо. И мы читаем далее, далее Христос говорит о любви к врагам. «Но вам слушающим говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас, и молитесь за обижающих вас, ударившему тебя по щеке, подставь и другую, и отнимающему у тебя верхнюю одежду, не препятствуй взять и рубашку, всякому просящему тебя давай, и от взявшего твое не требуй назад, и как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». Вот этими словами Христос выводит христианское понимание нравственности, морали, этики, эстетики из плоскости товарно-рыночных отношений в плоскость христианской жертвенной любви. Что это такое товарно-рыночные отношения в нравственной сфере? Это когда мы любим любящих нас и ненавидим ненавидящих нас. Это товарно-рыночные отношения ты мне, я тебе. И Христос в таких случаях говорит, а что особенно вы делаете? Язычники так же поступают. А исключительность христиан заключается в том, что мы проявляем жертвенную любовь, по-еврейски это хэсет, хэсет это милость, которая делается не ради того, чтобы получить что-то в ответ, она почти беспричинная эта милость. Она не ищет награды, не ищет своего хэсет. Хэсет. И когда мы выводим нашу нравственность и мораль, этику, эстетику из плоскости товарно-рыночных отношений и проявляем милость, даже любовь по отношению к врагам нашим, любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас, вот, пребывая в таком состоянии, мы стяжаем бесстрастие Бога. А бесстрастие Бога, оно в том и заключается, что он одинаково хорошо относится ко всем чадам своим, как и любящий отец, а он любит всех своих детей, и особенно женщины, матери, знают, что если сын непутевый, то о нем сердце болит значительно больше, чем о том, у которого все хорошо. И Христос далее говорит, 6 глава Луки, 32 стиха ниже, «И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность, ибо и грешники любят их любящих». То есть в такой любви любить любящих нету подвига, нету жертвенности. Это эгоистическая любовь. А хэсэд, это должна быть беспричинная любовь. «И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность, ибо и грешники тоже делают». То есть в этом нет никакого поступка. И далее «И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, а некоторые даже с процентом надеются получить, какая вам за то благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы, говорит Христос, любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо он благ, и к неблагодарным и злым. Вот бесстрастие Бога, которому мы уподобляемся, если одинаково хорошо относимся ко всем, потому что Бог благ и к неблагодарным и злым. И так будьте милосердны, как и отец ваш милосерд. А кто же мстительный? Мстительный дьявол, а Бог милосердный. Поэтому, когда мы стяжаем бесстрастие в нравственно-моральных вопросах, выводим их из плоскости товарно-рыничных отношений, это наиболее уподобляет нас Богу, то есть, таким образом, подобие Бога восстанавливается в нашей жизни. Далее 37-38 стих Христос научает нас не осуждать других людей. Не судите и не будете судимы, не осуждайте и не будете осуждены, прощайте и прощены будете. Давайте и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отсыплю вам в лона ваша, ибо какой мерой мерите, такой же отмерится и вам. Это очень важно, когда мы не осуждаем других людей, потому что мера того, как мы относимся к другим, она окажется мерой того, как Бог отнесется к нам. И в Киево-Печевском Патерике рассказывается об одном монахе, который был очень нерадивый монах, и этот нерадивый монах, он очень многое нарушал в монашеском уставе, и когда он заболел, он находился при смерти, то другие монахи собрались и плакали над ним, понимая, что он даже не положил начатка покаяния в этой жизни, и они очень переживали, куда же он уходит, и он умер, и братья стали рыдать над ним, а потом он вдруг приходит в себя и рассказывает им, что когда он умер, появились злые бесы, которые стали говорить, он плохой монах, он посты не соблюдал, он плохо молился, он грехи совершал, это плохо, это плохо, это плохо, и вдруг появились два белоснежных ангела, которые сказали, нет, этот монах не будет с вами, по-моему, его звали Сысой, Сысой не будет с вами, и тогда они развернули Хартию, эти два ангела, и показали, там был написан, не суди и не будешь судим, и ангелы сказали, да, вот все, что вы говорите о Сысой, это правда, он был нерадивый монах, он был грешный монах, очень ленивый человек, но он за всю свою жизнь никогда и никого не осудил, он отлично понимал, что он самый худший в монастыре, и он никого не судил, именно отталкиваясь от того видения самого себя, что он не видел в себе никаких совершенств, и он смотрел на других братьев с радостью за них и никого не осуждал, если кто-то поступал неправильно, и так как он не осудил, он не будет осужден, и рассказав об этом, он сложил руки и умер второй раз. Итак, если мы будем давать другим то, что они просят, то Бог нам даст мерую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную отцыплет нас благо, нам благо духовное, чтобы мы ни в чем не нуждались. Талия Христос говорит, мы читаем у Луки, сказал также им притчу, «Может ли слепой водить слепого, не опыли упадут в яму?» Действительно, если слепой водит слепого, то они упадут в яму. И мы знаем, что слепые ходили по двое, по десять человек, больше в те времена. Сколько бы не было слепых, среди них должен быть один зрячий, хотя бы один, один хотя бы, потому что он должен стать поводырем, пастырем для этих слепых, а если и пастырь слеп, то не упадут ли все в яму? Поэтому очень важно иметь пастырей, в нашем случае это декана, пресвитеры, епископы, которые осуществляют свой пастырский апостолат, но если они оказываются духовно слепыми, то мы оказываемся в очень опасной ситуации. Далее Христос говорит, ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись будет всякий, как учитель его. То есть, когда мы подражаем Христу, мы не имеем в виду, что мы можем стать Христом. конечно, нет, но наша задача, подражая Христу, усовершенствоваться хотя бы в чем-то. Мы не можем во всем подражать нашему учителю, но мы должны это делать в любом случае, как апостол Петр пишет в своих посланиях, что Христос оставил для нас пример, чтобы мы шли по стопам его. И далее, 41 по 42 стих, Христос предупреждает нас об опасности лицемерия, двойдушия. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. То есть, для того, чтобы сделать замечание другому человеку, как минимум, мы сами не должны иметь таких же грехов. и верх ханжества, когда человек имеет какой-то грех, и увидев свой грех в другом человеке, он начинает набрасываться на этого человека. Какое лицемерие! И Григорий Богослов пишет, а людям и свойственно бывает обвинять других в своих собственных грехах. оказывается, это особенность человеческой природы. Поэтому, если кто-то третирует христианина и распространяет нелепые слухи о нем на работе, например, или по месту учебы, то, скорее всего, эти слухи характеризуют тех людей, которые их распространяют, но не самого христианина. То есть, нечистые на руку будут вас подозревать в воровстве, нецеломудренные будут вас подозревать в распутстве, гневливые видеть вас некую агрессию. Поэтому, любые слухи вокруг любого христианина, они не являются чем-то оценивающим для самого христианина. Они, скорее всего, показывают нравственное уродство тех, которые нападают на христианина. А христианину не свойственно нападать на других и обличать их, тем более в тех недостатках, которые он обнаруживает в себе. Как Авва Торофей говорил, даже не подходи к человеку со словами обличения, если у тебя нету для человека и слов исправления. Далее, 43-44 стих, Христос говорит о том, что древо познается по плоду. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смог стерновника и не снимают виноград с кустарника. Действительно, если человек поступает неправильно, то надо ставить под сомнение, что? Надо ставить под сомнение саму его веру, потому что вера это то древо, на котором являются плоды нравственности и морали. И если вера не является плодом нравственности и морали, то ставится под сомнение сама такая вера, ибо мы верим так, как мы живем, и живем так, как мы верим. И если тебя не устраивает твоя жизнь, проведи ревизию своих вероубеждений. Чаще читай Писание, чтобы оттачивать свои вероубеждения, посещай духовные беседы, чтобы совершенствовать свои вероубеждения, и по мере того, как вера будет более совершенной, более совершенной становится и жизнь наша. Это очень взаимосвязанные вещи. Далее Христос говорит о добрых и злых словах. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста. Был такой великий подвижник Макарий Египетский или Макарий Великий. Однажды он отправился со своим послушником, учеником помолиться в храме на горе. И когда он шел, его ученик был помоложе, и старец стал отставать, и старец сказал ученику, ты иди вперед в храм на горе, приготовь все, что нужно. И молодой послушник поспешил, а старец шел медленно. И молодой послушник бежит и видит жрец идола педала с охапкой дров бежит совершать языческое жертвоприношение. И этот послушник стал орать на этого жреца, жрец положил свои дрова, избил до полусмерти послушника, взял дрова и побежал дальше. А в это время Макарий поднимается на гору, и они встречаются Макарий и этот жрец с охапкой дров. И Макарий посмотрел на этого жреца, а Макарий был прозорливый, устав он сел на камушек и сказал жрецу, для того ли ты трутишься, остановись, не устал ли ты, посиди тут немножко, успокойся. И с такой любовью он стал наставлять этого жреца, а жрец говорит Аве Макарию, вот ты, Макарий, такой добрый, все знают о том, что ты добрый, а твои монахи такие злые, они на меня ругаются, палками бросаются, камнями, вот твою бы веру Макарий я бы принял, а твои монахи такие злые все. И Ава Макарий стал его еще больше наставлять, и тогда этот жрец говорит, вот твою веру я приму. И пошел вместе с Авой Макарий в храм на горе, по дороге они подобрали избитого монаха, притащили его в храм на горе, к немалому удивлению других братьев, потом Макарий отслужил, покрестил этого жреца и произнес слова, которые должны быть девизом для каждого проповедника Евангелия, он сказал, доброе слово делает худого человека добрым, равно как и злое слово делает доброго человека худым. Вот действительно от слов своих оправдаешься или от слов своих осудишься. Поэтому добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Есть человек агрессивный, даже придя в христианство, он эту свою агрессию проявляет, но уже по отношению к сектантам, раскольникам, инакомыслящим, но это не христианское поведение плохо относиться к заблудшим людям. Наоборот, по отношению к ним надо проявлять добро, чтобы расположить их сердца к себе, как к этому и призывает Насава Макарий. Далее Христос предлагает притчу о двух строителях. Это 46-го по 49-й стих и это окончание 6-й главы. «Что вы зовете меня, Господи, Господи, и не делаете того, что я говорю?» Действительно, во всем мире многие люди каждый день, обращаясь к Иисусу Христу, восклицают «Господи, Господи! Кириус, Кириус! Господь, Господь!» Но эти люди следуют ли за Ним? Христос восклицает «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои и исполняющий их, скажу вам, кому подобен?» Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Камень краеугольный, который является основанием нашей веры и жизни, это сам Господь Иисус Христос. Поэтому, когда мы совершаем какие-то деяния, мы должны задаваться вопросом, а как бы в этом случае поступил Господь наш Иисус Христос? И тот, который руководствуется нормами жизни Христа Иисуса, такой человек построил дом свой на камне и разольются реки, подуют ветры и дом устоит. Далее Христос говорит, а слушающий и неисполняющий подобен человеку, построившему дом на земле без основания, а в Евангелии от Матфея там даже сказано на песке, то есть на зыбком песке, который, то есть дом, когда наперла на него вода, тот час обрушился и разрушение дома сего было великое. Действительно, уважаемые друзья, братья и сестры, если мы созидаем наше вероубеждение на истинах Святого Евангелия, Божественного Евангелия и выстраиваем нашу жизнь, отталкиваясь от образа жизни Христа Спасителя, это очень правильно и очень разумно. Это тот твердый фундамент, который не даст поколебаться всему строению нашей жизни. Но если мы поступаем иначе, если для нас, например, во взаимоотношении с людьми другой веры пример не Христос, а какой-нибудь торквемада, который сжигал инакомыслящих, то ничего хорошего не будет с нами. Если для нас пример поведения какой-нибудь нечестивый человек, а не Сын Божий, который и становится человеком для того, чтобы в своем истинном человечестве научить нас правильной человеческой жизни, то тогда горе нам, если мы не будем подражать Сыну Божию, а за образцы будем брать людей агрессивных. Действительно добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой из злого сокровища сердца своего выносит злое. То есть выстраивая правильные приоритеты, что на первом месте, что на втором, что можно делать, чего нельзя делать, мы начинаем жить полноценной жизнью. И в окончании нашей сегодняшней беседы это будет соответствовать ей. Давайте посмотрим текст из первого послания Коринфянам первоверховного апостола Павла. Тринадцатая глава. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимбл звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. То есть, если любовь Христа не проникла в наше сердце, то и наша вера не угодна Богу, наши подвиги не угодны Богу, само мученичество, даже тело отдашь на сожжение, раздашь все имение, но без присутствия любви Христовой, все это лишено всяческого практического смысла. Действительно, подлинная праведность обнаруживается в благоухании любви Христа Иисуса, который может проявляться в жизни верующего человека, который воспитывает себя, отталкиваясь от евангельских наставлений. Итак, сегодня мы с вами изучили шестую главу Евангелия от Луки. Если будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы будем изучать седьмую главу. седьмую главу. Спасибо за субтитры! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok